Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор термоса марки Covea, модель Megahod 1500. Как можно догадаться по названию, это модель на объемом полтора литра. Марка Covea зарегистрирована в Корее и соответственно вся информация на упаковке на корейском языке, как мы видим. То есть на английском очень мало информации. На самом деле она нам здесь особо и не нужна, поэтому давайте смотреть, что у нас идет в комплекте с термосом. Хочу отметить также, что есть три других модели, меньшего объема 1,2 и кажется 1 литр. Термос представляет из себя колбу из нержавеющей стани двухстенную. Между стенками у нас находится вакуум, который выполняет роль теплоизоляции. Основание пластиковое, вверху также пластиковая вставка с резьбой и сверху нержавеющая крышечка-чашка. Сбоку есть пластиковая ручка с отверстиями для ремня для переноски на плече. Инструкция, идущая в комплекте, также на корейском языке и соответственно никакой информационной нагрузки нам не несет. Здесь же сказано, что есть три других модели на литр, 1,2 и 1,5 литра максимальная. Габариты термоса в длину 30,5 сантиметров и в высоту 12,5 сантиметров по широкой части с ручки. И диаметр основания 10,5-10,7 сантиметров. Обычный практически такой термос из нержавейки. Для сравнения, вот термос Трамп на 1,2 литра. Он чуть тоньше, но по высоте они примерно одинаковые. Трамп даже чуть-чуть будет длиннее за счет своей более высокой крышки. Посмотрим на термос внимательнее. Раскручивается верхняя крышка в 2,5 оборота. В чашечке верхней есть дополнительная чашка, пластиковая такая мисочка. Она никак не фиксируется и может в принципе выпасть, если сильно тряхнуть рукой, но сама по себе не выпадает. Если вы едете один, ее можно спокойно оставить дома и не бояться ее потерять. В этом плане мне нравится больше решение у Трампа, у которого вторая чашечка просто накручивается сверху на основную. Крышка здесь двойная. Первая это обычная крышка, как у термоса, с небольшим диаметром, резиновым плотнителем. Она позволяет наливать термос и воду из термоса, чая из термоса, приоткрутив и наливая. При этом крышка не выпадает, она выполняет роль фильтра и уменьшает теплопотери при открытой крышке, поскольку диаметр отверстия маленький. Кроме того, есть большая крышка, которая позволяет получить большой диаметр отверстия, что положительно сказывается, если вы хотите использовать термос как пищевой. И также, если вы хотите его мыть. Диаметр отверстия около 7,5 сантиметров. Женская рука у большинства женщин пролазит в это отверстие и позволяет спокойно мыть термос изнутри. То есть тоже большой плюс. То есть можно отмыть накипь там всякую, среды чая, которые чаще всего используются в термосе и могут портить вкус. В термосе из комплекта, сразу же из коробки, лежит вот такой вот ремень для переноски на плече. Вот его фирменные фастексы. Они вставляются в отверстие, хорошо фиксируются и позволяют переносить термос на плече, либо же прицепить его снаружи к рюкзаку к снаряжению. Вот такие фастексы. Как видим, внешняя крышка имеет также уплотнитель. Он хитрой P-образной формы, что уменьшает теплопотерь. Про теплоизоляцию внутри крышки я ничего не скажу. Будем тестировать дальше, смотреть, читая, смотрите видео. Отдельно хочется упомянуть, что вот термос трамп, который я уже упоминал. Хоть имеет небольшой диаметр горлышка, похожую крышку, но опять-таки диаметр горлышка можно сравнить. Видим, кто выигрывает в мытье термоса. Так вот, вот это крышка Трамп. У меня уже термос около трех лет. На третий год она, скажем так, сама разобралась. Верхняя часть снялась и внутри был виден теплоизоляционный материал, обычный пенопласт. Причем пенопласт вырезанный не кружком, вставленный в крышку, а просто кубик пенопласта, поставленный внутрь. Вот таким вот образом была реализована теплоизоляция крышки термоса Трамп. Я выиграл просто обычный поролон, круглый, и набил крышку этим поролоном. Вес не изменился, я думаю, теплоизоляция хуже от этого точно не стала. Также следует отметить, у Трампа иногда теряется вот эта резиночка или приходит в негодность. Вы можете ее докупить отдельно, либо же поменять крышку. Но при этом возникает какая-то непонятная проблема. Крышка до конца не закручивается. Приходится как-то ее с третьей-четвертой попытки только фиксировать. Так что вроде как универсально классно, что крышка не уникальная. Но на самом деле производитель что-то хитрит, мудрит. И крышка не всегда подходит, заменяет родную. Но вернемся к нашей Ковее. Двойная крышка, как я уже сказал. Очень интересное решение, я думаю, удобное. И каких-то проблем с ним нет. Видно, что вот резиновый уплотнитель силиконовый. Он отлично закрывает основное отверстие. И плотно фиксирует крышку. Объем 1,5 литра позволяет спокойно использовать термос для компаний двух или даже трех человек. А иногда даже для четырех. То есть спокойно каждый получает по своей большой чашке чая. Либо же, если вы идете в лес на целый день. Отличный выбор для такого варианта. Пластиковая ручка раскрывается таким вот образом. Позволяет удобно наливать термос, переносить. Если вы его используете в машине, это также большой плюс, чтобы перенести его от машины до точки стоянки. А не нести его в руке, поскольку корпус имеет достаточно большой диаметр. На дне имеются всякие ремайндеры, напоминания. Кому надо, покажу. Но они также на корейском языке. Также могу отметить, что изначально из коробки в термосе, изнутри колбы, не было никаких неприятных запахов химических. То есть, что позволяет говорить о том, что в термосе минимум всякой химии, которая может давать привкус продуктам. Взвесим наши термосы. Термос Ковея весит 870 грамм. Термос Трамп весит 593 грамма. Не стоит забывать, что Ковея 1,5 литра, а Трамп 1,2 литра. Трамп весит 50 грамм. После некоторого времени использования, что могу сказать про термос, Ковея Мегахот 1500, интересный и очень хороший термос, но имеющий, скажем так, ряд некоторых особенностей, даже не особенностей, а мелких недостатков, про которые я бы хотел уже упомянуть сразу. Колба достаточно маркерная, в принципе, как и любая колба из нержавейки, на ней остаются следы потеки, это не страшно. Ручка, удобная ручка, минус только то, что она занимает место, но на самом деле в большом рюкзаке это, опять-таки, не проблема, и если вы используете термос в машине, также не проблема. Следующая особенность, внешняя крышка. Она в закрученном положении у нас фиксируется щелчком и, соответственно, открывается. Щелчок обеспечивается выступом на оранжевой крышке, вот он у нас есть, и соответствующим выступом на черной части. Ну вот, за не очень длительное время использования этот выступ уже достаточно так сильно слизался, и я не знаю, честно, как это будет сказываться дальше на эксплуатации. Ну, такой маленький момент. Внутренняя крышечка. Она мягкая, она выпадает, собирает на себя мусор, на ней очень прилипает к ней почему-то. Честно, я не знаю, насколько она необходима. То есть, я бы использовал, я буду использовать данный термос без нее. Она может быть использована как просто мисочка для еды, те же яблоки порезать, фрукты, какое-то варенье налить, если вы такое любите на природе. В общем, непонятная. Большая крышка, здесь никаких нареканий нет, ничего удобно, все быстро остывает за счет широкого горла. Ну, это особенность, которую следует учитывать. Дальше. Горловина. Верхняя горловина с маленькой пробкой, здесь все отлично. Форма горловины такова, что при наливании воды, вода льется с нее нормальным потоком. При этом, вот вы закончили лить, вода у нас не капает, не стекает по самому термосу, нету никаких лишних потеков. Если использовать термос как пищевой и пользоваться большой горловиной, то здесь, опять-таки, тоже никаких проблем нет, ручка очень удобная, позволяет спокойно наливать, каких-то проблем, опять-таки, здесь нет. И если наливать остатки воды из термоса, откручивая маленькую пробку, то мы сталкиваемся с другой проблемой, это то, что, скажем так, часть воды мы вылить не можем, не поставив термос вертикально. То есть, иногда это мешает нам, и появляется заварка, которая высыпается из термоса. Функция наливания воды при откручивании основной крышки и невынимании ее, она есть, можно нацедить себе водички. Единственное, что, если у вас там в термосе заварка, то она может забиться в резиновый уплотнитель, и мы потеряем свою герметичность, как мне кажется. Возможно, этого не произойдет, я не знаю, я так чай наливаю очень редко через крышку. Но такая функция есть, и она заслуживает права быть в термосе. Ну и самое главное для термоса, это его температурный диапазон. В комнате с температурой 20 градусов Цельсия, кипяток оставлял температуру 67 градусов через 19 часов. Через 25 часов он был 60 градусов, и через 40 часов он был 49,5 градусов. Как по мне, отличный результат. Когда положили термос в холодильник, в отделение для фруктов, где температура плюс 3 градуса Цельсия, там температура была через 10 часов 73 градуса, через 20,5 часов 61, через сутки 56, через 36 часов 44 градуса Цельсия. Как по мне, весьма неплохой результат. Понятно, что время каждого измерения крышка открывалась, часть тепла уходила, но в любом случае показывает, что термос на 8-часовой рабочий день, или там на поездку суточную, вам должно хватить и запаса воды, и температурного диапазона воды, которая сохранится внутри термоса. Термос Ковея Мегаход, вполне можно рекомендовать к покупке. Интересный, хороший термос. Вроде в начале в нем ничего интересного особого нет, но ряд мелких деталей позволяет заявить, что этот термос хороший, продуманный и станет, думаю, верным другом для вашего использования. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях, я буду отвечать на них. Если вам будет интересно, как ведется термос со временем, спрашивайте, буду все отвечать в комментариях. Спасибо и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!